Агент Хант Микс-шоу представляет Томас Круз Мэйпоттер IV, которого весь мир знает просто как Тома Круза, родился 3 июля 1962 года в городе Сиракьюс штата Нью-Йорк в семье инженера-электрика Томаса Старшего и учителя-дефектолога Мэри Ли. Он рос с тремя сестрами в католической семье. Том был закомплексованным ребёнком и стеснялся своего маленького роста и кривых зубов. Друзей у него было мало, ведь его родители часто переезжали и всего будущий актёр сменил 15 школ. Семья жила в бедности, так как у Томаса Старшего бывали проблемы с работой. Кроме того, он был домашним тираном и поднимал на детей руку по любому поводу. В 1971 году семья переехала в Канаду и поселилась в Оттаве. В местной школе мальчик впервые выступил на сцене театрального кружка, а вот с учёбой и успеваемостью у него были большие проблемы. Дело в том, что он страдал дислексией – заболеванием, при котором нарушена способность к чтению и письму. С возрастом эту проблему удалось преодолеть. Но в школе над ним издевались. Когда Тому было 12 лет, его родители развелись, и мать с четырьмя детьми вернулась в США. Чтобы обеспечивать семью, она трудилась на нескольких работах, и её детям приходилось подрабатывать после школы. Том, например, трудился разносчиком газет. Тем временем наш герой поступил во францисканскую духовную семинарию. Он всерьёз собирался стать католическим священником, но через год передумал и вернулся в обычную школу. Там он начал заниматься спортом – флорболом, разновидностью хоккея в спортивном зале, американским футболом и борьбой. И если из футбольной команды парень был исключён из-за распития пива перед игрой, то борьбу пришлось бросить из-за травмы. Когда юноше было 16 лет, Мэри Ли снова вышла замуж, и её новый избранник стал отличным отчимом. А Том, после вынужденного ухода из спорта, снова вернулся к театральной сцене. Его мама горячо поддержала новое увлечение сына, и Круз с головой погрузился в театральный мир. Он даже пропустил свой выпускной, так как в это время участвовал в музыкальной постановке. Как мы видим, уже с детства Том Круз шёл к своей цели стать известным актёром. Очень важно найти профессию, которая будет приносить не только желаемый доход, но и окажется любимым делом. Хочу обратить ваше внимание на крупнейшую профильную онлайн-школу дизайна Contented. В чём преимущество сферы дизайна? А в том, что дизайнеры – одно из самых востребованных направлений в мире. Вы можете путешествовать, работая, а офис дизайнера – это весь мир. Но в ней множество разных сфер. И чтобы не запутаться, Contented запустила уникальный курс «Старт в дизайне». Курс даёт возможность попробовать пять топовых направлений в дизайне. Графический, дизайн интерьеров, UX-UI-дизайнер, т.е. вы дизайнер приложений и веб-сервисов, Motion-дизайнер и 3D. Вы спокойно практикуетесь в каждом направлении. Понимаете, что у вас получается лучше, что нравится и проходите полноценное обучение по профессии – одной из пяти. В школе большая плотность проектов на месяц, чтобы вы смогли собрать сильное портфолио и круто презентовать себя заказчиком. А также качественная теория и практика, настоящее комьюнити единомышленников, удобный график, топовый состав преподавателей, помощь с резюме и подготовка к собеседованию. Есть три тарифа на выбор, в зависимости от того, какой уровень поддержки вам нужен. От базового с более самостоятельным обучением до ВИП, с индивидуальными консультациями и персональным ментором. При покупке курса используйте промокод MIXSHOW, чтобы получить скидку 45% на все тарифы обучения. А еще вас ждет подарок – курс английского языка для дизайнеров. Переходите по ссылке в описании и начните свой путь в дизайн. После окончания средней школы Гленридж штата Нью-Джерси в возрасте 18 лет молодой человек переехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить актерскую карьеру. Но ожидания не оправдались, и в его портфолио добавилась только работа официанта. Куда более удачным оказался переезд в Лос-Анджелес, где Круз подписал контракт с агентством талантов и начал сниматься в кино. Впервые на экране он появился в 1981 году в драме «Бесконечная любовь», а немногим позже на экраны вышла лента «Отбой». Том должен был сыграть одного из второстепенных персонажей, но режиссер вывел его на передний план, так как был впечатлен актерской игрой. Перед съемками Круз вместе с другими актерами прошел 45-дневный курс молодого бойца, причем жили они в настоящих казармах, однако начинающий актер не выдержал и перебрался в отель, где и проживал до начала съемок. Это была его первая роль с репликами, а гонорар составил 50 тысяч долларов. В 1982-м молодой человек появился в молодежной комедии «Теряя это», а в 1983-м вышло сразу три проекта с его участием. Первый – это криминальная драма Фрэнсиса Форда Коппола «Изгои», на съемках которой Том сломал большой палец. Затем Круз блистал в главной роли в ленте «Рискованный бизнес». Продюсеры заставили его сесть на диету и ежедневно заниматься тренировками, в результате чего актер потерял 4,5 килограмма. Гонорар актера составил 75 тысяч, а жюри «Золотого глобуса» номинировали его в категории «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле». На съемках ленты Том закрутил роман с коллегой Ребеккой де Морной. В сентябре зрители увидели Тома в главной роли в молодежной спортивной драме «Все верные ходы», а следующий проект с его участием вышел в 1985 году. Это был фильм Ридли Скотта в жанре фэнтези «Легенда», гонорар в котором составил 500 тысяч долларов. Личная жизнь Круза тоже не стояла на месте. В первой половине 80-х у него были отношения с певицей и гитаристкой Патти Скелфой, а также знаменитой певицей Шер. Последняя откровенно рассказывала, что у них был страстный роман и Том вошел в пятерку ее лучших любовников. В 86-м актер представил драму о бильярде «Цвет денег» с гонораром в 1 миллион. Во всех сценах, кроме одной, он сам выполнял удары. В том же году вышел сверхпопулярный фильм «Лучший стрелок». Поначалу Круз не хотел в нем сниматься, но подался на уговоры продюсера после того, как полетал с группой высшего пилотажа военно-морских сил США. Мы видели, как МиГ-28 пикировал под прямым углом. Эта роль принесла ему 2 миллиона и закрепила статус суперзвезды. Уже через несколько месяцев звезда Тома Круза появилась на Голливудской аллее славы. В 87-м мужчина впервые женился на актрисе Мими Роджерс. Именно она приобщила нашего героя к саентологии, убежденным адептом которой он стал. Через год с участием Тома вышли ленты «Молодые стрелки» и «Коктейль». За главную роль в последней он был номинирован на «Золотую малину». Зато заработал 3 миллиона и освоил навыки приготовления коктейлей. В том же 88-м вышел еще один удачный фильм Тома Круза под названием «Человек дождя». Только ни Том, ни его партнер по съемочной площадке и Дастин Хоффман не рассчитывали на коммерческий успех. В шутку они называли картину «Два чмошника в машине», но все равно серьезно подошли к делу. Круз некоторое время проработал санитаром в больнице для аутистов, а по дороге на съемочную площадку и между дублями они с Хоффманом постоянно репетировали, иногда меняясь ролями. «Человек дождя» принес актеру гонорар в размере 3 миллионов плюс процент от сборов. В 89-м году вышла военная драма Оливера Стоуна, основанная на реальных событиях, рожденной 4 июля, где Том сыграл ветерана по имени Рон Ковик. Настоящий Рон был так впечатлен игрой нашего героя, что подарил ему свою бронзовую звезду, присуждаемую за героизм или безупречную службу. А киноэксперты номинировали актера на «Оскар» и «Бафта», а также присудили первый в его карьере «Золотой глобус». Затем последовали съемки в спортивной драме «Дни грома», которая вышла в 90-м году. Круз не только исполнил главную роль, но и выступил автором сценария. Идея пришла к нему, когда он попробовал управлять гоночным болидом, но дописывать сценарий пришлось прямо на съемках. В одной из сцен Том читал реплики с карточек на лобовом стекле автомобиля, что привело к небольшому ДТП. После этого он пользовался наушником. Этот фильм принес Крузу не только гонорар в размере 9 миллионов, но и знакомство с очаровательной австралийкой Николь Кидман. У них завязались отношения, и Том в спешке развелся с первой супругой, а 24 декабря 1990 года женился на Николь. Молодожены очень хотели детей, но после потери ребенка стали приемными родителями. Сначала девочки Изабелла Джейн, а позднее и мальчика Коннора Энтони. В 92-м году супруги снова появились вместе на экране в романтической драме «Далеко-далеко». Режиссер картины Рон Ховард пользовался личным характером их отношений, чтобы добиться лучшей игры. Так, в сцене, где героиня Николь приподнимает тазик, которым прикрыт пах Тома, он неожиданно для актрисы действительно был голый. Гонорар Круза составил 13 миллионов. Еще 12 с половиной он получил за работу в драме «Несколько хороших парней» – 12 миллионов в триллере «Фирма» и 15 в мистической драме «Интервью с вампиром» 1994 года. Все три фильма принесли актеру номинации на престижные награды, среди которых «Золотой глобус», «Сатурн» и премию канала MTV. В мае 1996 года состоялась премьера фильма, ставшего визитной карточкой Тома Круза и положившего начало успешной франшизе «Миссия невыполнима». Он дебютировал как продюсер и работая над картиной реализовал свою детскую мечту сыграть спецагента. Благодаря проценту от сборов его итоговый доход составил 70 миллионов. Под конец года вышел еще один успешный фильм с Крузом в главной роли – мелодрама Джерри Магуайр. Киноэксперты высоко оценили эту работу, присудив актеру награды «Золотого глобуса» и канала MTV, а также номинировав на премию гильдии актеров «Оскар». Его гонорар составил 20 миллионов плюс процент от сборов. Затем Том и Николь согласились перевоплотиться в отчужденных супругов для психологической драмы Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. Мы едва знаем друг друга. Мы, кроме вашего отца, больше ни о чем не разговаривали. Ай, я люблю вас. Они подписали открытые контракты, обязывающие сниматься столько, сколько будет необходимо. И в итоге работа проходила в Лондоне с ноября 96-го по июнь 98-го года. Еще год потребовался на монтаж, а когда фильм вышел в прокат уже после смерти Кубрика, то был воспринят неоднозначно. Работа над ним, как считается, негативно сказалась на отношениях Круза и Кидман. Чуть позже зрители увидели Тома в драме Магнолия. Именно эту роль многие критики считают лучшей в карьере нашего героя. Она принесла ему еще один золотой глобус, номинации на Оскар и премию гильдии актеров, а также нетипичный низкий гонорар в 100 тысяч долларов. И у вас есть план. И если вы хотите добиться успеха, то должны неукоснительно его придерживаться. Никогда не давайте самому себе спуску. В 2000 году Круз продюсировал вторую часть киноленты миссия невыполнима и, конечно же, сыграл в ней главную роль. На съемках он добивался максимального реализма, даже с риском для собственной жизни. Например, в сцене проезда через открытое пламя на мотоцикле он не пользовался ни огнеупорной одеждой, ни специальным защитным гелем. А во время схватки, в которой противник старается вогнать главному герою нож в глаз, настоял на том, чтобы использовался настоящий нож, и остановить его требовалось в нескольких миллиметрах от зрачка. Перерасход бюджета Том оплачивал из своего кармана и сам занимался монтажом. Отказавшись от аванса, он получил 30% от прибыли, что составило 75 миллионов. Также он удостоился награды MTV. В 2001 году семья Круза и Кидман распалась. Мужчина ушел без объяснения причин, отказавшись обсуждать семейные проблемы. А позднее Николь узнала о своей беременности, которая, однако, оказалась вниматочной. Со временем их общие дети предпочли жить с отцом и приняли его религию. Ходило много слухов, что они не общаются с Николь, но Изабелла и Коннор это опровергают. Но вернемся в 2001. Сразу после развода Том окунулся в новое отношение с Пенелопой Круз, партнершей по фильму «Ванильное небо». Он принес мужчине 20 миллионов плюс 30% прибыли, а также премию Сатурн. А роман с испанкой был ярким, но камнем преткновения стала саентология. Пенелопа не хотела отказываться от своих буддистских убеждений, и спустя три года знаменитости расстались. Позже появились сообщения, что церковь нашего героя целенаправленно подбирает ему невесту. По слухам, ею стала британа-иранская актриса Назанин Баниади, но отношения не сложились. В 2002 Том Круз сыграл камео в комедии «Остин Пауэр» с «Голдмэмбер». Их главную роль в фантастическом триллере «Особое мнение», где гонорар составил 25 миллионов. За эту роль его номинировали на премию «Сатурн». В тот же период мужчина решил исправить проблему, мучившую его с детства, и поставил брекеты. После исправления прикуса и всех манипуляций с зубами, на которые у него ушло не менее 30 тысяч долларов, белоснежная улыбка стала его визитной карточкой. Как стать и киношный бег, который получается у актера особенно эффектно. В 2003-м его фильмографию пополнила историческая военная драма «Последний самурай», которая имела невероятный успех и принесла актеру 25 миллионов плюс процент от сборов. Среди множества номинаций, которые получил этот фильм, Круз стал претендентом на «Золотой глобус», «Сатурн» и премию канала MTV. Для этой роли Том научился владеть самурайским мечом и говорить по-японски, а также познакомился с традициями и обычаями японской культуры, на это он потратил около двух лет. А еще на съемках он едва избежал смерти, когда коллега чуть не ударил его клинком по шее. Затем вышел фильм соучастник, а в 2005-м актер сыграл в фантастическом боевике Спилберга «Война миров». Его зарплата составила внушительные 100 миллионов, благодаря процентам от сборов. Но никакие деньги в то время, кажется, не заботили Тома, потому что он безумно влюбился в актрису Кэти Холмс. О своих чувствах он кричал на весь мир на шоу Опры, а девушка признавалась, что еще подросткам расклеивала плакаты с Крузом в своей спальне и мечтала выйти за него замуж. Кэти приняла веру своего избранника, а он задаривал возлюбленную дорогими подарками и устраивал романтические свидания. Через полгода после начала отношений они объявили, что ждут ребенка. В апреле 2006-го у них родилась дочка Сури, а в ноябре пара поженилась в саентологических традициях. Они даже получили премию «Золотая малина» как самые надоедливые герои желтой прессы. В щедрости Тома по отношению к дочери не было границ. Например, на шестилетие девочка получила особняк в Нью-Йорке стоимостью 13,5 миллионов долларов и пони. Тем временем в фильмографии знаменитости появилась «Миссия невыполнима 3», принесшая ему 75 миллионов и номинацию на премию «Сатурн». В ленте «Львы для ягнят» 2007-го года он согласился сняться за гораздо меньшие деньги из уважения к режиссеру Роберту Редфорду. В 2008-м Том появился в комедийном боевике «Солдаты неудачи», заработав номинацию на «Золотой глобус» и предстал в образе героя сопротивления в нацистской Германии в триллере «Операция Валькирия», за который номинировался на премию «Сатурн». Гонорар в этом фильме составил 20 миллионов. «Все портреты снимут, а вот человека с них повесят. Я всеми средствами участвую в государственной измене. Могу рассчитывать на вас?» Следующий фильм с его участием вышел через два года. Им стал комедийный боевик «Рыцарь дня». Базовая ставка за съемки составила 11 миллионов, к которым добавился процент от сборов. Интересно, что Том выбрал этот сценарий из-за комедийного уклона, хотя в то же время ему предлагали сыграть в боевиках «Солд» и «Турист». Но их он посчитал слишком похожими на свой следующий проект – «Миссия невыполнима. Протокол Фантом», за который его номинировали на премию канала MTV и «Сатурн». Четвертая часть франшизы о спецагенте вышла в 2011 году и отметилась эффектным трюком, когда персонаж Круза выпрыгивает из окна небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Актер, как обычно, отказался от дублеров и тренировался несколько месяцев, но все равно несколько раз больно врезался в здание из-за сильного ветра. Аванс за съемки составил 12,5 млн, но после выхода фильма в прокат сумма сильно увеличилась благодаря проценту от сборов. 13 июня 2012-го состоялась премьера мюзикла «Рок на века», где наш герой появился в образе рок-звезды и специально для этого учился петь. А через пару недель мир потрясла новость о разводе звездной пары Круз Холмс. Инициатором стала Кэти. Она потребовала полной опеки над дочерью и заявила, что отказывается от веры мужа. Таблоиды писали, что таким образом девушка наконец смогла вырваться из саентологического ада, в котором она находилась под круглосуточным присмотром. После развода Кэти отправила Сури в частную католическую школу на Манхэттене, а Круз из-за этого прекратил общение с дочкой. Лишь в прошлом году он неожиданно решил реанимировать отношения и задумал подарить ей на 16-летие машину. Но Кэти Холмс была против. В конце года был выпущен детективный триллер «Джек Ричард». В этом проекте знаменитость вновь выступил в качестве продюсера, исполнителя главной роли и выполнил все трюки самостоятельно. В 2013-м зрители увидели Тома в постапокалиптическом боевике «Обливион», на съемках которого актер встретил свое 50-летие. Через год Круз блистал в еще одном фэнтези «Грань будущего», за роль в котором был номинирован на премию «Сатурн». По окончании съемок он организовал вечеринку для актеров и закадровых работников стоимостью более 100 тысяч долларов, а сам в это время заканчивал работу над своими сценами. В 2015-м году Том представил пятый фильм франшизы «Миссия невыполнима племя изгоев». Он вновь выполнял почти все трюки, получив при этом шесть различных травм. Он задерживал дыхание под водой более чем на шесть минут и летал, схватившись за борт самолета. Чтобы снять эту сцену, потребовалось восемь дублей. При этом самолет поднимался примерно на полтора километра. В следующие годы фильмография знаменитости пополнилась с лентами «Джек Ричард 2. Никогда не возвращайся», «Мумия» с базовым гонораром в 13 миллионов, за которую он получил золотую малину. Сделана в Америке и миссия невыполнима последствия. И снова Том бросил вызов самому себе, научившись профессионально управлять вертолетом, чтобы все кадры с ним снимались вживую. Но, выполняя один из трюков, он серьезно травмировал ногу, из-за чего съемки пришлось приостановить на несколько месяцев. В 2022-м состоялась премьера продолжения истории о лучшем стрелке «Топ-ган Мэверик». В фильме Том Круз продемонстрировал навыки управления военным самолетом. Причем показанный в кадре летательный аппарат времен Второй мировой войны принадлежит самому актеру. Его базовый гонорар составил 13 миллионов, а промо-компанию «Знаменитость» совместил с коммерческой рекламой НФЛ и социальной рекламой о вреде функций сглаживания движения в современных телевизорах. Эта роль пополнила копилку наград Тома премиями Сатурн и канала MTV, а также почетной пальмовой ветвью Каннского фестиваля. На июле этого года запланирована премьера седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая». А в 2024-м выйдет продолжение, которое, скорее всего, завершит историю спецагента Итана Ханта. Поговаривают, что на съемках у Круза завязались романтические отношения с актрисой Хейли Этвилл. А еще он исполнил самый опасный трюк в жизни – прыжок на мотоцикле со скалы. По словам нашего героя, он целый год тренировался ежедневно, совершая по 30 попыток. В планах у него снять фильм на МКС и выйти в открытый космос. А также возможен выход второй части картины «Грань будущего». Состояние Тома Круза оценивается в 600 миллионов, и основной доход поступает от собственной продюсерской компании. При этом, по подсчетам Форбс, каждый доллар, который ему платили киностудии, приносил в среднем 11 долларов прибыли. Голливудская звезда превращает в золото все, к чему притрагивается. Например, его появление в ленте «Человек-дождя» в очках «Рэй-Бэн» привело к росту продаж на 15%. Эффект закрепился и в других фильмах, достигнув 40%. Значительную часть собственного капитала знаменитость тратит на программы саентологической церкви. Правда, одна из его инициатив по оказанию помощи пожарным и спасателям подверглась критике медицинского сообщества за использование антинаучных методов. Круз часто шокирует публику своими поступками и высказываниями. Например, будучи женатым на Кэти Холмс, он требовал, чтобы номера в отелях, где он останавливается, были обклеены их с женой фотографиями. А в 2004-м раскритиковал актрису Брук Шилдс за то, что она принимает антидепрессанты. Он призывал объявить психиатрию вне закона. Ведь саентология эту медицинскую специальность не признает. Брук в ответ посоветовал мужчине сосредоточиться на спасении мира от пришельцев и позволить женщинам, страдающим после родовой депрессии, самим выбирать лечение. Том все же принес извинения Шилдс, но свои взгляды не поменял и позднее на этой же почве поссорился со Стивеном Спилбергом. Дружить актер, однако, тоже умеет и славится своей щедростью. Но по-настоящему легендарным стал далеко не самый дорогой подарок от него. Друзей и коллег Том поздравляет с праздниками, кокосовым тортом с белым шоколадом. По разным данным, торты Крузо, как их прозвали в Голливуде, стоят от 50 до 100 долларов. На киноэкране знаменитость часто предстает в образе бесстрашного героя. Но ему и в жизни доводилось им стать. Однажды он, став свидетелем того, как девушку сбила машина, отвез ее в больницу и оплатил счет за лечение. А в другой раз помог поймать преступников, ограбивших его соседку. Том собрал внушительный пакет недвижимости, включающий поместье в Великобритании, недалеко от штаб-квартиры церкви Саентологии, стоимостью 4,2 миллиона. Его интерьеры сочетают классику и современность, а снаружи имеется бассейн с джакузи. В 2005-м Круз обзавелся домом на Голливудских холмах за 11,7 миллиона, а продал в 2015-м за 11,4. А после свадьбы с Кэти Холмс он купил роскошное поместье в Беверли-Хиллз за 30,5 миллионов. Семья жила в уединении за высокой живой изгородью. А после развода недвижимость была продана за 40 миллионов. Еще более уединенный дом был у актеров Колорадо. Там он в начале 90-х приобрел сельское ранчо и несколько лет строил дом, облицованный беленым кедром и камнем. Деревянные балки, камины, панорамные окна, из которых открывается вид на горы, создают атмосферу богатства и уюта. Но и это поместье Том продал в 2021 году за 39,5 миллионов. В 2018 году Круз приобрел пентхаус в городе Клируотер, штат Флорида. Элитный жилой комплекс расположен недалеко от американской штаб-квартиры церкви Саентологии. И квартира актера занимает два верхних этажа. Еще один пентхаус был у знаменитости в Нью-Йорке, но он продал его в 2013 году за 3 миллиона. В гараже Тома Круза можно найти классический Бьюик Родмастер, с которым он не смог расстаться после съемок в фильме «Человек дождя». Шевроле Корветт 1958 года, Порше 911, несколько Мерседесов и БМВ, Форт Мустанг Салин С281, внедорожник Форт Экскёршин и гиперкар Бугатти Вейрон. А самым первым автомобилем был Шевроле Шевиль СС. Имея лицензию пилота, знаменитость часто пользуется своим бизнес-джетом «Гальфстрим» G450, стоимость которого превышает 38 миллионов. Также у него есть легкий самолет «Питц Спешл С2Б», за управлением которого Том любит проводить свободное время. К слову, к его увлечениям также относятся прыжки с парашютом, подводное плавание, фехтование и гонки. Его часто можно увидеть на этапах Формулы-1. Однажды он и сам пилотировал болид команды «Рэд Булл» в рамках их рекламной кампании. Том Круз – один из самых влиятельных актеров современности. Причем это влияние распространяется не только на кино, но и мультфильмы. Ведь внешность голливудской звезды послужила образом для диснеевского персонажа Аладдина. К слову, в дальнейшем Том запретил использовать свой образ в видеоиграх или игрушках. Интересно, что Круз мог стать супергероем, так как роль Железного Человека была сначала предложена ему. Но он отказался. А вы бы хотели увидеть Тома в этой роли? Переходите по ссылке в описании и начните свой путь в дизайн. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Субтитры подогнал «Симон»!